всем привет мои дорогие друзья и гости моего канала рад вас приветствовать на своем канале всем прекрасного доброго утра сегодня мы с вами поговорим о мускусных уточках тяжелой французской линии нашим утяткам вот одним два месяца исполнилось уже под ним еще нет два месяца им где-то дней через десять будет два месяца и сегодня мы с вами поговорим о кормлении мускусных утят влажными мешанками или кашами вот они сидят такие красавчики ожидают пока им принесут завтрак тут наши гусики всем передают большой большой привет всем желают хорошей трудовой недели много позитива и хороших эмоций ну а вот здесь непосредственно то чем мы будем кормить наших мускусных утят наших гусят и остальную птицу которая есть в нашем хозяйстве здесь у нас в этом бедре запаренная гречка соя и макуха вот такая каша получилась немножечко в этот раз я переборщил с водой но это не страшно она все вымещается и будет такая хорошая густая консистенция для того чтобы сделать более и и рыхлую более рассыпчатую нам нужно пшеничные отруби и немножечко я сюда добавляю зерносмеси сейчас мы это все соединим и получим хорошую густую кашу плюс ко всем этому мы еще добавляем рыбий жир хочу вам сказать чем хорошо вот такие влажные мешанки либо запаренная каша потому что меня спрашивали можно ли кормить утят и другую птицу вот такими кашами можно ли запаривать для них зерносмесь конечно же можно и даже лучше вот это стоит большое 20 литровое ведро я насыпаю сюда меньше половины заливаю все кипятком и к утру вот смотрите полное ведро потом беру еще одно такое же 20 литровое пустое ведро половину оттуда пересыпаю сюда досыпаю высевки зерносмесь добавляю рыбий жир в одно и другое ведро и у меня получается практически два вот таких больших 20 литровых ведра одно такое ведро съедает мускусные утки с гусями а другое ведро съедают наши индюки вот такой у нас рыбий жир здесь есть расписано как его использовать расписано здесь какие в нем есть витамины жирные кислоты фосфор сера помогает обмен веществ есть здесь кальций и магний в общем хорошая незаменимая штука для выращивания хорошей крепкой здоровой птички сейчас мы этот рыбий жир наливаем вот такую пустую бутылку размешиваем с водой и это все разливаем наши бедра вот так вот мы делаем налили в бутылку воду потом рыбий жир это все хорошенечко нужно переболтыхать делается вода вот такая желтая и это все выливаем в ведро ну все вот такие наши мешинки вот в одном ведре и вот у нас в другом ведре и идем кормить наших уточек по дороге до уточек наследим еще нашим гусикам увидели ведро и начинают уже они просыпаться хотя с вечера у них была сухая зерна смесь в кормушках не знаю подоедали они или нет сейчас посмотрим чем хороша еще вот такая зерна приготовление вот таких влажных мешанок тем что они охотно это все поедают они это меньше всего разбрасывают как сухую зерна смесь если курица может потом все это по подбирать то утки это только притаптывают и подбирать они его уже не будут плюс ко всему этому это экономия корма потому что очень хорошо это все набухает распаривается и становится в несколько раз этого корма больше и также самый главный плюс они очень быстро на этом всем растут очень хорошо усваивается и переваривается вот этот запаренный корм очень хороший прирост и очень хорошие привесы у вашей птицы главное смотреть за тем чтобы эти влажные мешанки не прокисали давайте до обеда если они это все не съедают это нужно забирать для того чтобы оно на солнце не прокисало и потом вашей птице не становилось хуже сюда можно добавлять сухую рыбную муку рыбокосную муку мясо костную два раза сказал про рыбную муку также можно добавлять разные отходы которые у вас есть с вашего стола также можно размачивать сюда добавлять хлеб можно давать кормовые дрожжи которые тоже необходимо добавлять эти мешанки можно делать на мясных на рыбных отварах как я уже говорил мы все пускай ваши птички кушают радуют вас своими привесами своим красивым внешним видом и хорошим аппетитом также на вот таких влажных мешанках на кашах очень хорошо улучшаются вкусовые рецепторы мяса здесь у нас гречка как я уже сказал здесь у нас соя макуха пшеница и кукуруза яч меня на данный момент нет сейчас я дам им кушать и мы с вами поговорим о ценах которые у нас уже сейчас на зерно и пройдемся по всем остальном хозяйстве вот так они это все кушают я думаю что на свои два месяца уточки очень хорошо выглядят тем более что они не сидели до этого времени на стартовыми откормочном комбикорме есть конечно особи довольно таки крупные ко мне позвонили по объявлению так как я выставил этих уточек на продажу чтобы немножечко продать и заработать на корма человек позвонил ко мне хотел купить семью селезня и три уточки и мы договорились о цене приехал и приехала с одной банановой коробкой не смотря на то что я сказал что уточки уже более 2 килограмма уточки селезни есть даже тяжелее он приехал с одной коробкой он говорит я даже не мог подумать что они такие уже крупные в одну эту банановую коробку влезло только две уточки ну и для того чтобы не рисковать чтобы они нормально доехали пришлось искать еще коробки и рассаживать всех по одной штуке потому что все-таки жара и не хочется чтобы птичка пострадала для себя так еще ничего не отбирал уточек здесь еще достаточно много у таков тоже так что для себя отобрать я думаю еще успею пускай еще покупают те кто хочет завести для себя вот такую красивую перспективную продуктивную птичку вот смотрите какая здесь у нас красота здесь наши бегуночки бегуночки подросли неплохо а вот селезни не селезни а вот эти мускусные уточки почему сказал селезни потому что такое впечатление что здесь будут одни селезни они такие довольно крупные длинненькие и толстенькие на лапках вот такие они хорошенькие мне кажется что они почему-то приостановились в росте вот такие наши гусики датский легорд водичку уже свою поразливали и немножечко начали разбрасывать уже корм вот наши семечки бегуночки писали что они по сравнению с гусями и с мускусами маленькие но пройдет еще неделька вторая и они будут больше всех они будут выше всех вот такие красавчики пингвинчики просыпаемся у них тихий час они уже покушали попили и пошли себе свой домик отдыхать здесь завтрак у индюков у мускусных уток и с ними здесь сидит немножечко курочек вот галашейка она уже здесь как танк а вторая перешла жить к гусям ну эти как всегда танцуют на камеру им даже вот кормушка не нужна с кашей проходим не показываем свои плохие места здесь у нас утка несется ей тоже пока кушать не хочется вот здесь вот под стенкой утки сделали себе гнезда вот одно гнездо вот второе вот третье и здесь они несутся на том подворье тоже утки несутся так что еще к концу лета завалили они яйцами тоже всем передали привет сейчас еще покормим голодного бролера индюшат и останется еще другой двор бролер у нас кушает сейчас 50 процентов зерносмеси 50 процентов комбикорма все это я смачиваю им тоже водой с рыбьим жиром для того чтобы не рассыпалась зерносмесь очень хорошо они это стали кушать подбирать улучшился у них аппетит в общем стали они кормам жадные вчера был у своей знакомой с которой мы вместе одного числа брали бролеров то ее бролеры конечно намного больше но они у нее сидят на комбикорме сидят в закрытом пространстве у них намного меньше места они не двигаются только от кормушки к поилке то они там хорошие шарики ну а так как эти кушают зерносмесь с 22 дня жизни с комбикормом то конечно они немножечко в росте приостановились но я думаю что это все поправится и вырастут они крупными и вкусными ну а по поводу кормления и по поводу цен на зерно в прошлое воскресенье когда я был на рынке цена на пшеницу была 40 гривен на кукурузу 40 ячмень был 40 практически все было по 40 семечка была 45 и зерна не было так много как у нас его всегда там стоит целый ряд с двух сторон стоят машины и люди торгуют зерном то в это воскресенье было только 3 человека цена поднялась на 5-10 гривен на ведре и сказали что его не будет этого зерна потому что на элеваторе сейчас подняли цену люди те которые имеют зерно отвозят и сдают на элеватор и цена за тонну там около 5-ти тысяч то есть если будет ведро то ведро уже будет на рынке 50-55 гривен но все равно они сказали что ждут пока цена еще поднимется и продавать пока не будут но если на рынке будет 50-55 то вот таких магазинах как у нас где продают корма это ведро уже будет гривен 60 даже если оно и на рынке будет 50 то я задаюсь уже вопросом выгодно или нет содержать вот такое большое поголовье птицы и живот если у меня в день на кормление всего моего птичьего царства уходит минимум 3 вот таких больших ведра зерна это только зерна не считая макухи не считая сои гречки и всего остального зато цены на мясо стоят на месте цены на яйца на молоко стоят на месте а корма растут и корма растут как на дрожжах с каждым днем все дороже и дороже но для себя все равно что-то будем содержать потому что хочется знать что ты кушаешь и кушать то в чем ты уверен а не бегать и покупать интересно узнать какие цены на корма в ваших краях в ваших регионах пишите в комментариях для того чтобы сравнить какая ситуация у вас ну у нас вот такая ситуация даже с теми людьми с которыми я договаривался о том чтобы они мне привезли тону или полторы зерна вчера я перезванивал потому что они не перезвонили и они тоже сказали что пока они продавать не будут вот такие новости здесь наши водохлебы каждый день под силку им меняешь вот эту пеленку но все равно они ее загаживают потому что это утки плечистики меня радуют растут они хорошо делаются такими крупненькими корабликами вот это белые мускусные уточки еще у нас здесь есть и лавандовые мускусные уточки лавандовые уточки намного мельче всех остальных пока лидируют у нас здесь плечистики но они старше а вот здесь наши белые мускусные уточки вот те утятка которые вылупились чисто-чисто белоснежными их 4 штучки а те у нас полупились желтенькими комочками обещал еще в этом видео показать лигорным но покажу уже в следующем видео когда буду снимать видео на том подворье ну больше новостей нет всем спасибо за просмотры за подписки за лайки комментарии задавайте вопросы пишите какие видео для вас интересны всем всего хорошего хорошего дня прекрасного настроения счастья радости любви крепкого здоровья вам вашим родным близким делайте добро цените временем цените то что имеете и всем пока пока в водичку залезать не нужно нужно этих красавчиков тоже уже переводить на улицу потому что стирать после них вот эти тряпки как-то уже честно поднадоело замачивай вестировай высушивай они потом час второй и все это обосрали и снова работа и с буквально в обманул вот того тот у которого я покупал вот этих плечистых мускусных уточек то я надеюсь все таки они вырастут крупненькими, лапки у них толстенькие клювики смотрите у них большие сами они крупненькие и будем ожидать от них хороший результат потому что с первыми мне не повезло а хочется все таки их в своем хозяйстве развести теперь конечно же я пересматриваю свои планы на будущее, с тем кого оставлять зиму, а кого не оставлять сколько семей делать, а что убирать потому что если будут такие дорогие корма, то много не прокормишь чего-то не прокормирую что-то это начало